Уважаемые коллеги, ну поскольку сегодняшнее мероприятие посвящено медикаментозной терапии онкологических больных, я взял на себя ответственность поговорить об организационных проблемах, проблемах обеспечения лечения онкологических больных, с которыми мы столкнулись в этом году. Мы все сейчас живем в свете указа президента Российской Федерации, на основании которого был рожден проект здравоохранения, направленный на улучшение системы здравоохранения, доступности медицины. Восемь федеральных проектов, конечно, ключевым для нас является программа борьбы с онкологическими заболеваниями, но я хотел бы, конечно, остановиться и на программе, и на проекте создания сети национальных центров, поскольку на национальные центры по профилям возложена вся работа, касающаяся в проекте здравоохранения и на национальные центры по онкологии, касающиеся программы борьбы с онкологическими заболеваниями. Вы знаете, сейчас у нас в стране в настоящее время 4 национальных центра. На прошлой неделе также присоединился Институт онкологии Ростовский к национальным центрам, соответственно, и будут соответствующие регионы. Приказ министра здравоохранения, который определил функции национальных центров. И обратите внимание, у национальных центров изменился устав, появились полномочия и появились приказы, определяющие деятельность как организационно-методического центра, научно-методического центра, участие в разработке клинических рекомендаций, разработки системы контроля качества, в том числе медикаментозного лечения, подготовка специалистов и аналитическая работа, в том числе аналитическая работа по расчету потребностей в лекарственных препаратах. И онкологическая служба мониторируется Министерством здравоохранения, созданы целевые показатели, по которым мониторирует Министерство здравоохранения, и есть показатели, по которым мониторируют национальные центры соответствующие регионы. Ну, по сути, онкологические диспансеры. Ну, первым, наверное, самым важным для всех это стоимость медицинской помощи пациентам онкологическим. В среднем по России на 1 ноября этого года стоимость лечения онкологических больных составила 89 тысяч. Не достижение этого целевого показателя – это, по сути, неиспользование того потенциала финансового, который предоставляет государство. И вот видите, 10 регионов, наиболее отставших в этой области, и из этих 10 – 5 субъектов Северо-Западного федерального округа. Они выделены, я не буду останавливаться, просто нужно иметь это в виду. Проценты освоения финансовых средств, выделенных на химиотерапию. Более 200 миллиардов выделено на онкологию, из них 150 миллиардов на химиотерапию. Представляете, какие цифры? Там всего лишь 20% на хирургию, 75. 75% – целевой показатель. Но в целом по России на 1 ноября 62%. А вот регионы, видите, 20 регионов, это те, которые на субъекты на химиотерапию, там 47-50%. И в лидерах, в худшем смысле, являются 4 субъекта Северо-Западного федерального округа. Доля стационарозамещающих технологий в онкологии. Знаете, о стационарозамещающих технологиях в онкологии говорим мы порядка 4 лет. И этот вопрос обсуждался с вице-премьером Голодец. И я два года назад присутствовал на совещании, которое проводил Пол Прец с губернаторами субъектов Северо-Западного федерального округа. И председатель федерального фонда Наталья Николаевна говорила о целевом показателе. 70% химиотерапии должна проводиться в стационарозамещающих технологиях. А ниже, это она говорила, будет нецелевое использование. Там, конечно, была дискуссия, особенно для тех регионов с большой протяженностью территорий и низкой плотностью населения. Например, Коми, Архангельск, как быть. Но для Санкт-Петербурга это точно нужно двигаться в этом отношении. И вот, посмотрите, это мониторинг Министерства здравоохранения. Лидерами, в хорошем смысле слова, являются наши субъекты Карелия, Ленинградская область, у которых стационарозамещающих технологий более 60% в химиотерапии. Ну, а среди лидеров худших наших просто нет. Ну, надо иметь в виду, сейчас цифру не озвучивают нигде, но все равно мы к этому движемся, тем более будут открываться ЦАОПы. Это тоже составляющая стационарозамещающих технологий. Доля применяемых схем химиотерапии. Ну, вы знаете, что у нас в стационаре 447 схем, а в дневном стационаре 599. Процент, видите, 98 и 95 это те, которые используются целым в России. Но есть вот слева и справа, слева в стационаре, а справа в дневном стационаре те, которые используют очень малое количество этих схем. Видите, там 7-15% слева, а справа в дневном стационаре там 1-15%. И там есть наши субъекты. Это значит, о чем это говорит? Ну, наверное, о низкой компетенции специалистов, которые пользуются очень узким, с ограниченным количеством схем химиотерапии. Доля применения дешевых КСГ химиотерапии или доля применения дорогих КСГ химиотерапии. Первый, третий и восьмой, десятый уровень. Это так мониторирует Министерство здравоохранения. Они условно разделили первый, третий уровень, дешевый, и девятый, десятый – это дорогие КСГ. И вы видите, слева столбик – это те, кто чаще, чем в 70% используют дешевые схемы химиотерапии. А в России 61% в среднем, а там, видите, до 90% доходит. А справа – это лидеры в отрицательном смысле слова, те, кто редко пользуются дорогими схемами химиотерапии, то есть редко используют современные лекарства. Конечно, мы понимаем, что это условно, может быть, но, тем не менее, это показатель, и он сравнивается с целевым показателем средним применения по России. И это дневного стационара, то же самое, посмотрите, справа и слева. Это то, что проводит наш национальный центр. Мы мониторируем все курируемые субъекты. На сегодня мы курируем 19 субъектов. Мы также можем разделить по КСГ дешевым и дорогим, но в данном случае мы по-другому провели, и можем проанализировать это у нас в стационаре. Это в дневном стационаре, тут можно видеть лидеров. Мы на этом основании строим рейтинги субъектов по самым разным параметрам, но в данном случае вот по этому критерию. Кратность циклов химиотерапии на одного пациента. Целевой показатель 5,5. Мы не знаем, почему взяли 5,5, но вот такой критерий определили. И понятно, что если эта кратность очень низкая, значит, в среднем, реже, меньше курса получает пациент. Это, наверное, неправильно. И, видите, определились лидеры. Там нет субъектов северо-западного федерального округа. Но посмотрите, в целом в России, если взять в 2018 году за 11 месяцев, с 3 этот показатель увеличился до 4,5 на 50%. Ну, интересно, здесь Министерство здравоохранения говорит о кратности госпитализации. Еще месяц назад, когда определяли каким-то образом кратность химиотерапии, там эта дельта была всего лишь 15%. Ну, наверное, по-другому проводился подсчет. Но, тем не менее, видите, положительная тенденция есть. Она, скорее всего, связана не только с доступностью лекарственных препаратов, но и с тем, что растет компетентность специалистов этих регионов. Проблемы с проведением химиотерапии мы разбили на группы. Вот на слайде вы видите те проблемы, которые возникли в начале года. И о них говорили много первые полгода. Я даже не буду их перечислять, но они были временными, организационными. Деньги не поступили, не было авансирования и так далее, и так далее. Нерациональное распределение, отсутствие их на рынке, потому что наши поставщики не рассчитывали на поставку в дорогостоящих таргетных иммунных препаратах, что они так будут востребованы. Но все это временные проблемы, проходящие, и сейчас уже в конце года об этом не говорят. А вот недостатки, которые выявили наши эксперты, когда посещали регионы, а в регионы ездили наших от 5 до 7 специалистов, всегда был химиотерапевт, который выборочно изымали историю болезни и оценивали проведение химиотерапии. Такие недостатки, как недостаточное применение сопутствующей терапии, занижение уровня химиотерапии, то есть использовались старые, дешевые схемы химиотерапии, несоблюдение доза интервальных промежутков. В целом это говорит о дефиците компетенции тех специалистов, которые организовали химиотерапию. Это, конечно, проблема связана с подготовкой кадров. И проблемы в проведении медикаментозного химиотерапевтического лечения пациентам связаны с лечебными технологиями. Они выявились особенно остро сейчас, когда мы получили доступность к лекарствам. Это отсутствие современной патоморфологии. Вы понимаете, что есть препараты, которые нужно назначать с учетом иммуногистохимии и молекулярно-генетических исследований. И низкое качество лучевой диагностики для того, чтобы и назначать, и мониторировать эффективность химиотерапии. Разработка внедрения системы управления. Такая задача поставлена нашему учреждению. У меня уже, извините, время ограничено. Я хочу сказать, что мы занимаемся вопросами контроля качества, в том числе контроля качества проведения химиотерапии. Разработаны критерии на основе 203 приказа. Все это автоматизировано, выполнено в виде программного продукта. Мы это использовали при посещениях регионов. Мы это будем развивать. И каждому учреждению можно будет воспользоваться на удалении этой программой. Имея реестры счетов, а мы сейчас имеем реестры счетов со всех регионов. Они обезличенные, но там все есть данные по химиотерапии. Мы можем по каждому заболеванию увидеть, для примера, меланома и количество больных, и какое медикаментозное лечение проводилось. И все параметры химиотерапии, и все нарушения, они тоже здесь вылезают. И можно по номерам при посещении региона изъять историю болезни и еще дальнейше провести анализ. Ну, то же самое при раке молочной железы. Поставлена задача создания референс-центров ввиду дефицита патоморфологической диагностики. И в программе борьбы с онкологическими заболеваниями к 2024 году будет создано 19 референс-центров. Рапортует, что в этом году создано 9. Ну, фактически выделены деньги, закуплено оборудование. Хотя правовой базы для их полноценного функционирования нет. И сегодня, если кого-то интересует, вот в соседнем зале будет ассоциация онкологов северо-запада. И Анна Сергеевна будет докладывать о проблемах референс-центров патоморфологических. Наш центр также является референсным по патоморфологии и лучевой диагностике. И на наше учреждение также возложили, как национальный центр, расчет потребностей лекарственных средств для регионов. То есть, по сути дела, имея входящие данные, раковые регистры, математическую возможность просчитать прогноз. Мы определяем контингент онкологических больных в субъекте по нозологиям, по стадиям, количество нуждающихся. В соответствии с этим, учитывая схемы химиотерапии, расчет препаратов по миллиграммам, дозе упаковкам. А, соответственно, также можно рассчитать финансовые затраты. И, конечно, очень важным, вы видите, долгосрочным и определяющим развитие, в том числе и в медикаментозном лечении онкологических больных, это подготовка специалистов. Вот эти мероприятия, которые проводит наше учреждение, как национальный центр для поднятия компетенции этих специалистов. Обратите внимание, вот почти полторы тысячи телемедицинских консультаций проведено за прошедшее время этого года. И больше всего обращаются специалисты из регионов по консультациям по вопросам химиотерапии. В настоящее время проведено 75 научно-практических мероприятий. Наше мероприятие одно из них, которое сейчас проводится. Более 10 тысяч участников и больше половины этих участников в режиме онлайн, на удалении. Ну, самым эффективным, мы так считаем, это вебинары, которые мы проводим. Вот эти вебинары, которые имели отношение непосредственно к подготовке специалистов по медикаментозной терапии. У нас почти план полностью исчерпали, кроме вот последний вебинар будет 23 числа. Вы посмотрите, вебинар это такое мероприятие мультидисциплинарное. Тут специалисты, кроме химиотерапевтов, участвуют и хирурги, радиологи, патоморфологи. Лучевые диагностики, если надо, привлекают еще более узких специалистов. Ну, и пользуясь случаем, я хотел бы пригласить всех на наш форум «Белая ночь». Это одно из тех 75 мероприятий, которые мы проводим в течение года. Спасибо. Продолжение следует...